Фокусировка Второй этап дизайн мышления На этой стадии важно собрать все наблюдения по итогам исследований внимательно и беспристрастно ознакомиться с ними понять, что именно нужно пользователю, ради которого вы и работаете На этом этапе очень важно сформулировать конкретный вопрос, на который мы будем отвечать в своем проекте Этот вопрос всегда должен быть связан с проблемой И чем он точнее, тем точнее будет и его решение Итак, что же мы делаем на этапе фокусировки? Чтобы информацию, добытую в ходе наблюдений, было легко воспринимать, можно перенести ее на доску Все будет перед глазами, и вы не упустите что-то важное Здесь вам пригодится полезный инструмент — кластеризация Возьмите цветные стикеры, запишите на них все открытия, находки и цитаты Вообще всю информацию, которая может пригодиться Расклейте стикеры на рабочей стене или листе флип-чарта А затем сгруппируйте их по общим признакам Это и будут кластеры Вот еще набор полезных советов Расклеивайте и перемещайте стикеры всем коллективам Это поможет команде погрузиться не только в свои находки, но и обменяться информацией с другими Главное — общаться Объединяйте идеи Когда вы это делаете, сохраняйте лучшие их части А то, что не имеет смысла, смело выкидывайте Группировка — это быстрый процесс Если вы думаете, куда клеить стикер дольше 10 секунд, наклейте его куда-нибудь и работайте дальше Это творческое упражнение Ничего страшного, если вы оцените результаты позже и переклеите стикеры между группами Ищите связи между кластерами, чтобы понять отношения между информацией Одна из распространенных ошибок — придумать сначала кластеры, а потом клеить в них стикеры Все наоборот, здесь нужно действовать от частного к общему Выложите все находки на стикеры и заклейте ими все стены или доски вокруг У вас получится информационная стена, которая будет всегда доступна всей команде Если у вас родились идеи, не связанные с исследованием, тоже записывайте их на стикеры Сделайте для них отдельную группу Они смогут пригодиться вам как минимум для вдохновения Если стены в учительской теперь больше напоминают разноцветные мозаики и стикеров Поздравляем! Вы освоили кластеризацию и готовы пользоваться следующим инструментом — формулировкой точки зрения Point of view По сути, это мостик от найденных проблем и возможностей к будущим инновационным решениям Чтобы овладеть этим инструментом, задумайтесь об образе человека, проблему которого вы хотите решить Например, Вася — талантливый школьник Образ понятен Теперь нужно понять, с чем конкретно предстоит работать Нужно сформулировать основное желание нашего пользователя Удобнее всего делать это при помощи глагола В нашем случае Вася хочет участвовать в интересных мероприятиях в школе Что мешает ему это сделать? Может, Вася лень заходить на сайт школы, или он ничего не понимает в скучных объявлениях на школьном стенде, написанных канцелярским языком Нам нужно понять, как помочь Васе достичь желаемого, несмотря на те условия и ограничения, что есть сейчас Это называется формулировкой инсайта В инсайте всегда есть конфликт между желаемым результатом и обстоятельствами, которые мешают его добиться Обычный инсайт работает по формуле «я хочу, но…» Вася хочет посещать интересные мероприятия после уроков, но он не знает, где можно о них узнать Или знает, но ему лень вчитываться в официальные формулировки Формулируя инсайт, мы фокусируемся на актуальной проблеме, которую будем решать Помните, что правильно понять проблему — единственный способ найти верное решение Важно не только понять проблему, но и правильно ее сформулировать В описании проблемы не должны быть заложены варианты ее решения И еще, задавайте такие вопросы, на которые у Вас пока нет ответа Именно это позволит разработать как можно больше качественных решений на этапе генерации идей Подробнее об этом в следующем ролике Продолжение следует...